Всем салют, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня хотел бы показать добротный бой на танке Объект 277. Очень годное сражение на крайне интересном танке. Да, это танк скиллозависимый, то есть для того, чтобы эффективно на нем действовать, нужно уметь все-таки. Но если вы научитесь, то уж поверьте, вы будете играть на этом танке очень хорошо и наносить стабильно большие цифры урона. И сегодня речь пойдет о бонус-кодах, о разнообразных акциях Wargaming в 2020 году и вообще о многой халяве. И сегодня также будет большой розыгрыш золота в этом видео, а также дней премиум аккаунта. Так что, друзья, посмотрите внимательно. Это видео нужно обязательно досмотреть до конца, если вы хотите выиграть хорошую сумму в голде. Так что крайне рекомендую, друзья. И также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, так как сейчас там тоже хватает разнообразной халявы. Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня посмотрим сайт ggwot. Это новый сайт. Ссылку на него вы можете найти в описании. Попробуем выиграть ценнейшее золото тут. Посмотрим, что же выпадет. Так, 3 дня премиум аккаунта. Попробуем еще раз этот кейс открыть. 250 золота, по-моему. Или 1500 все-таки нет. 250 золота, забираем. На 99 рублей. Посмотрим, получится ли что-то из него ценное выиграть. О, отлично. 10000 золота. Хороший приз получился. Забираем, конечно же. И раз удачный такой кейс, давайте попробуем еще уже 10000 золота. Так, 3 дня премиум аккаунт. Забираем тоже. Какой-нибудь вот такой вот кейс. Недорогой с премиум танком. Итак, 50 золота. 750 золота. По 169 рублей. Пробуем его открыть. О, 75 золота выполнил. Не повезло же мне. Попробуем еще раз. Но как-то данный кейс не зашел сильно. Второй раз и тоже довольно слабовато. Но третий раз уж точно должно повезти. И тысячу золота все выпадает. Может быть, вот из этого кейс что-то выпадет. О, Лева. Нет, не Лева. Со золота выпало. Итак, друзья, у меня для вас хорошая новость. Всю вот эту сумму золоти. Плюс тут еще, как я понял, есть премиум аккаунт. Три дня према там. Два раза я выбил. Вот два раза по три дня према. Вот эти призы я, короче, их все разыграю. Вот в этом видео. И для участия вам всего лишь нужно досмотреть данное видео до конца. И в комментарии указать свой игровой ник. И обратите внимание, что я напишу вам, если вы выиграете золото, то я вам напишу, каким образом будут распределяться призы. Будут распределяться они таким образом, что по тысячу золота я буду разыгрывать. То есть 13 призов по тысяче золота. Ну и плюс два вот этих приза. Три дня премиум аккаунта. Вот таким образом я все это распределю среди подписчиков. Так что участвуйте. Ребята, куш большой. Реально шанс выиграть весьма хороший. Удачи вам. Также, друзья, стоит напомнить, что если вы будете пополнять счет на данном сайте, не забудьте использовать мой промокод Maracasio. Это даст вам дополнительный прирост баланса. 20% что не может не радовать. Так что пользуйтесь, пожалуйста. Также, друзья, чуть не забыл упомянуть, что для участия в розыгрыше нужно обязательно быть подписанным на группу Gigi Vot. То есть этого сайта. Ссылка на нее будет в описании. А также нужно подписаться, естественно, на мой канал. И по желанию, ну, все-таки рекомендую подписаться на Telegram канал, потому что там тоже хватает разнообразной халявы. Вот даже сегодня 100 человек набралось, даже чуть больше, но в Telegram. И разыграл первую голду там. Так что не упустите такой хороший шанс. И по поводу бонус-кодов. Действительно, Wargaming продолжать использовать бонус-коды в разнообразных акциях. Все это они, конечно, взяли с европейского сервера, где они частенько это все тестировали. И, в принципе, там это игрокам очень понравилось. Ну, и у нас, естественно, тоже от этого толк есть. И, собственно, вот разработчики объявили о розыгрыше определенном. Но он не совсем такой стандартный. То есть это не просто там репост сделай. А смысл заключается в том, что нужно зайти на бонус-кодную страницу, ну, где там вводить бонус-коды, естественно. Ввести бонус-код, и дальше уже тебе нужно будет участвовать в розыгрыше. Но для этого недостаточно просто сидеть на попе смирно и ничего не делать. Нужно играть в World of Tanks, и ты можешь получить довольно-таки ценные призы, если попадешь в топ людей, которые покажут лучшие результаты по итогам недели. А именно, есть три номинации. Первая номинация это по количеству фрагов за неделю. Вторая номинация по количеству поджогов противника за неделю. И вторая номинация это по количеству максимального засвета за бой. Собственно, 19-го числа будет уже итоги этого розыгрыша. Ну, как розыгрыша такого вот ивента, можно так сказать, о котором не все знают. Ну вот, сообщаю вам. Так что используйте бонус-код. Уже совсем скоро выйдет патч 1.9. Оно буквально осталось ждать дней 6-7, ну может быть 8. То есть, с каждым днем становится все меньше и меньше новостей по поводу тестового сервера. А значит, вряд ли там еще будут какие-то глобальные изменения. Потому что если что-то делать, нужно опять это тестировать. Снова задерживать тестовый сервер. Еще на несколько дней, учитывая, что он и так длится довольно долго, никто не будет. И, собственно, мы увидим в скором времени довольно-таки значительные изменения по балансу в нашей игре. И, конечно, друзья, я рекомендовал бы вам, ну, выкупить некоторые танки 9-10 уровня, которые будут значительно апать, потому что они станут лучше, естественно, мощнее. И, ну, нужно воспользоваться данной ситуацией. Но я бы все-таки на вашем месте так не торопился прям сильно в плане того, что еще тестовый сервер не закончился. Да и по полной стоимости покупать танки не лучшая идея. Но вот если будет какая-то акция, то, в принципе, выкупить эти танки вполне можно будет. К тому же подоспеют уже отзывы там игроков, может быть, там вододелов, стримеров о разных танках. Действительно ли они хорошие или же все-таки разработчики недостаточно апнули машину. На мой взгляд, точно заслуживают выкупа такие танки, как Т-32. Потому что больно хорошие ДПМы мы сделали. Мне интересно, в общем-то, насколько танк станет сильнее. Также хорошо апнули разработчики ИС-4. Тоже, ну, в принципе, интересно, сможет ли он реализовывать свои там возможности в плане брони. Орудия апнули неплохо. Хотя, все-таки, как мне кажется, не совсем достаточно апнули. Апнули КВ-4, но совсем слабенько. Наверное, ну, наименее такой вот апнутый танк получился, что, конечно, немножечко расстраивает. Но также разработчики пообещали, что апнут еще некоторые танки. И давайте я вам озвучу их, чтобы вы заранее знали, ну, вдруг какая акция будет, чтобы выкупить эти танки. Потому что в дальнейшем, ну, будут они сильнее, естественно, как мне кажется. Хотя, конечно, опять-таки, зависит от ВГ, как они там будут тапать. Иногда апают они не совсем добросовестно. Итак, танк под названием М46 Паттон. Один из старейших танков игры. Некогда имба и очень такой вот популярный танк среди статистов. Сейчас статисты на нем практически не играют. Но вы только посмотрите на разброс орудия этого танка. 0.4. И этого американского танка без брони, то есть, вообще никуда не годится. Сейчас по нынешним меркам это просто ужасно. Да, осталась неплохая стабилизация. Но в целом Паттон, конечно, сильно устарел. И, кстати, разработчикам задавали вопрос насчет Паттона. Они сказали напрямую, что апать его будут. Что, естественно, хорошо. Но в основном разработчики одним танком не ограничиваются. Если, ну, один танк апует в какой-то ветке, то и другие танки тоже получают некоторые изменения. Но я лично не вижу тут в этой ветке прямо серьезных отставаний. Кроме Паттона, может быть, только Першинга еще апнут. Да, у него тоже некоторые проблемы. Все-таки он тоже подустарел. А раньше был неплохой танк. М48 Паттон 10 уровня весьма неплох. Ну, может быть, чуть-чуть, если апнут, его будет просто зашибись. Потому что мне танк, в принципе, нравится. Т-20 тоже, наверное, апнут. Какие еще танки должны апнуть? Точно разработчики заявили, что будут апать Е50. При этом, как я понял, в патче 1.9 апа этого танка не будет. Могу ошибаться тут. Но в любом случае, рано или поздно ап завезут. То есть, ВГ ответили на вопрос насчет апов танков. Сказали, что апать будут постепенно, волнами. То есть, сначала одна волна. Вот сейчас посмотрим, как она отразится на игре, на статистике и так далее. Потом уже начнут апать следующую ветку. И вот следующая ветка это будет как раз Паттон и Е50, скорее всего. Паттон, понятно все с ним. Я уже объяснил. А что плохого в Е50? Наверное, основным недостатком заключается в том, что все-таки танк хорош, только на голде. Скорее всего, будут апать ему пробитие основным снарядом. Будут, вероятно, апать броню этому танку. Тут, в общем, не ограничатся какими-то одними изменениями. Скорее всего, будут многоплановые изменения. Апнут Е50М. Об этом тоже разработчики сказали. Сейчас этот танк все-таки уступает другим СТ-шкам 10 уровня. Что, в общем-то, является хорошей новостью для владельцев Е50, кто его, в принципе, уважает. Потому что танк своеобразный, не для всех, но кому-то он очень нравится. Пантера-8... Ой, Пантера-2, извините. Пантера-8, это вообще полная жесть. Но вот Пантеру-2 точно разработчики апать опять-таки будут. Потому что у танка, ну, есть явные проблемы. Ну, в общем, на этом все, друзья. Спасибо, что досмотрел до конца. Участвуйте в розыгрыше. Выигрывайте ценные призы. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok